Мы также рады нашему сотрудничеству. И сегодня мы с вами рассмотрим тему формирования математической и естественно научной грамотности младших школьников средствами учебно-методических комплексов издательства просвещения. Сегодняшний вебинар мы проводим совместно с Диной Александровной Ставцевой, ведущим специалистом Центра начального образования издательства просвещения и я, Ольга Владимировна Коротцова. Соответственно, Дина Александровна расскажет о математической грамотности, а я о естественно научной. Итак, уважаемые коллеги, обращаю ваше внимание, как всегда в целях актуализации, возможно, к нам подключаются всегда на вебинары новые люди, но и, соответственно, основные наши уже знакомые, мы видим вас, вот вы в чате друг друга приветствуете, это очень приятно, но каждый раз, вот так сложилось, что это уже традиция, мы обращаем внимание на предметные линии, которые представляем. И вот сейчас вы видите на слайде предметную линию «Окружающий мир», автором которого является Андрей Анатольевич Плешаков. В четвертом классе у Андрея Анатольевича Плешакова есть соавтор Елена Алексеевна Крючкова, которая как раз-таки совместно с Андреем Анатольевичем формировали историческую часть курса. Итак, уважаемые коллеги, сегодня я хочу обратить ваше внимание не только на состав линии «Окружающий мир», но еще и на обложки. Почему? Потому что очень много приходит к нам вопросов, особенно вот в сентябре, в октябре, в ноябре, по несоответствию учебников и рабочих тетрадей. Итак, уважаемые коллеги, конечно, учебник – это живой организм. Соответственно, авторы его перерабатывают, чтобы наши дети шли в ногу со временем. И, соответственно, наши учебники вошли в действующий федеральный перечень. И когда вы закупаете учебники и видите вот такой значок, то есть логотип издательства просвещения, это значит, что учебники наши уже переработаны. Соответственно, вот я вам сейчас покажу учебники, которые до переработки, немножечко другой значок. Вы видите значок в ГОС на этих учебниках. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. Соответственно, если у вас учебники с вот таким значком, как я сейчас показываю на обложке, а тетради рабочие вы приобретаете со значком, где изображен логотип издательства просвещения, соответственно, понимаем, что в содержании учебника и тетради будут некоторые расхождения. Поэтому прошу обратить на это внимание. Итак, на этом слайде представлены особенности предметной линии окружающий мир учебно-методического комплекса Школы России. Соответственно, все я их зачитывать не буду, но некоторые реперные точки хочется расставить. Конечно, и структура, и содержание данных учебников ориентированы на структуру основных компонентов учебной деятельности. Соответственно, мы с вами понимаем, что это помогает нам формировать у младших школьников учебную деятельность. Практическая направленность содержания учебного материала опирается на социальный опыт самих учеников. И, соответственно, представлено достаточно заданий с опорой на реальную действительность. Предусмотрен разный уровень сложности заданий. А мы понимаем, что это дает возможность работать по учебнику как с высокомотивированными детьми, так и с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Заложен инструментарий для организации проектной и учебной исследовательской деятельностью. А это дает возможность и педагогу, и ученику также идти в ногу со временем. Плюс в методике обучения преобладает проблемно-поисковый метод, который, в свою очередь, обеспечивает открытие детьми нового знания и активное освоение различных способов познания окружающего мира. Следующий комплект по окружающему миру, который мы выпускаем в издательстве, это «Окружающий мир. Курс системы перспектива». Тоже немножечко, буквально немного об особенностях этого комплекта, потому что очень часто учителя, которые хотят, допустим, переходить на наши комплекты издательства просвещения, всегда спрашивают, а в чем же отличие одного курса, да, «Окружающий мир» от другого курса. И вот явное отличие в том, что в курсе «Окружающий мир. Система перспектива» дети познают мир на основе трех концептов, а это природа, культура и человек. И эти концепты последовательно рассматриваются на разных социокультурных средах. Это и семья, это школы, это родная страна. И особое внимание в данном курсе уделяется духовно-нравственному развитию и воспитанию школьников. Также система заданий направлена на формирование исследовательских умений, творческих способностей и представлены ориентиры для организации внеурочной деятельности. Плюс ярко выражен региональный компонент. Ну а теперь коллеги, да, то есть вы обратили внимание на тему, что у нас ключевые слова – это математическая грамотность, это естественно-научная грамотность, да, и как мы её формируем с использованием наших комплексов. Давайте с вами обратимся теперь к понятию естественно-научная грамотность. Что это такое? Вот вы видите, что это прежде всего способность человека занимать активную позицию по вопросам, которые связаны с естественными науками. И, соответственно, готовность человека интересоваться естественно-научными идеями, что происходит в мире, что новое открыли. Далее. Естественно-научно грамотный человек, конечно, он будет уверен в себе и он будет стремиться участвовать в аргументированном обсуждении проблем, которые относятся к естественным наукам и технологиям. Но чтобы быть уверенным и действительно участвовать в этом, соответственно, у человека должны быть развиты следующие компетенции. Научно объяснять явления, оценивать и планировать научные исследования. И научно интерпретировать данные и доказательства. Объяснение, формулировку этого понятия, естественно, научной грамотности, я взяла с сайта. Вот вы видите здесь ссылочку. В левом нижнем углу Центра оценки качества образования. Поэтому, если вам интересно, пожалуйста, вы можете зайти и более подробно ознакомиться с материалами, которые представлены на этом сайте. Но мы к ним еще с вами вернемся в нашей беседе. В дальнейшем. Итак, формируем, естественно, научную грамотность. Бесспорно, в этом нам помогает учебник. В курсе «Окружающий мир» ребенок знакомится с началами естественных наук. В основной школе этот материал наши ребята будут изучать на разных предметах. Каких? Географии, астрономии, химии, физики, биологии. И рассказать о явлениях и процессах, протекающих в природе, так, чтобы было ясно ребенку младшего школьного возраста, непросто. Для этого в учебниках предусмотрено последовательное изучение терминов и понятий естественно-научного цикла. Вот здесь, конечно, на слайде вы видите примеры. Я постаралась привести примеры из разных классов и из разных предметных областей. То есть физика, биология и география. Соответственно, в учебник включены различные задания для наблюдений, для постановки опытов, практические и творческие работы. Задания и вопросы для активизации поисковой активности младших школьников. Большое количество иллюстраций, потому что мы понимаем, что действительно у наших ребят до этого возраста пока еще наглядно образное мышление. А также отбор научных фактов. Коллеги, тем более отбор фактов проверены. Мы с вами понимаем, что мы живем в таком мире современном, когда наши дети уже легко владеют интернетом. Они могут в интернет зайти, посмотреть. Но мы учим также детей всегда сразу не воспринимать все на веру. Так как понимаем, учим детей сопоставлять эти факты, смотреть в нескольких источниках. Так вот, в учебнике как раз-таки у нас представлены, действительно отобраны научные факты, гипотезы. Далее, уважаемые коллеги, обратимся сейчас к требованиям, к предметным результатам, к федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования, к действующему коллеге. И давайте попробуем с вами из вот этих требований сейчас вычленить ту информацию, которая касается именно естественно-научного цикла. Это, соответственно, сформированность уважительного отношения к природе нашей страны, осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы, норм здоровья сберегающего поведения в природной и социальной среде. И освоение доступных способов изучения природы. Это и наблюдение, и фиксация, это измерение, опыты, сравнение, классификация и так далее. И, конечно же, это развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. Теперь обратимся непосредственно к самим планируемым результатам в части естествознания. Итак, вот вы видите, первый результат. Эти результаты все нам с вами известны. Давайте немножечко еще их актуализируем. Итак, первый результат в блоке естествознания узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы. То есть понятно, что в начальной школе наши дети знакомятся с терминами, с понятиями, осваивают большой понятийный аппарат за четыре года обучения. И вот как раз-таки первый результат, он направлен на воспроизведение. Мы понимаем, что детям нужны знания. Дальше, следующий результат. Второй – проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты. Вот этот результат очень важен, потому что мы формируем у детей в курсе окружающего мира методологические умения, которые в дальнейшем им понадобятся при изучении различных предметов. Ранее, да, я их уже перечисляла, предметов естественно научного цикла. И немного сейчас давайте поработаем по страничкам учебника. Вот вы здесь видите, как мы формируем у детей, именно как мы идем к этим результатам с детьми из класса в класс. В курсе предусмотрено в окружающем мире в курсах и системы перспективы, и школы России. Вот вы видите здесь странички из разных систем. Соответственно, школа России – значок в левом верхнем углу и система перспектива – значок в правом верхнем углу. Итак, в курсе предусмотрено формирование важнейших понятий природа, неживая, живая, тела, вещества, частицы, понятия о форме Земли, представления о ее размерах, понятия о географической карте и другие. Итак, очень хорошо в курсах и системе перспективы, и школы России представлена работа с терминами, с понятиями. То есть слова, на которые нужно обратить внимание, термины, понятия, они выделены полужирным шрифтом. И, соответственно, в рабочих тетрадях детям предлагается поработать с этими понятиями, дать определение. И мы понимаем, что таким заданиям нужно уделять особое внимание, потому что работа с определениями имеет большое значение для усвоения основных понятий курса. И вот в конкретном задании «Явление природы» предлагается с помощью учебника дописать определение. Но мы понимаем, что ребёнок его дописывает не дословно, то есть он не копирует, не механически. А что он делает? Он переформулирует, своими словами пишет, для того, чтобы действительно он понимал, что это такое, что это означает. Также понятно, что мы учим детей узнавать, распознавать объекты и явления окружающего мира. Вот для этого как раз-таки у нас Андрей Анатольевич Пришаков разработал замечательное пособие «Атлас-определитель», которое как раз-таки и помогает детям распознавать и на картинках, и в реальной жизни различные объекты живой и неживой природы. И что ещё очень важно, хорошо распознали, но предлагаются различные задания в рабочей тетради, где ребята фиксируют результаты работы в виде записей, в виде рисунков или же в виде фотографий. Следующий, второй результат, напоминаю, это когда мы с вами формируем методологические умения, умение проводить опыты, умение наблюдать в естественных условиях. Так вот, в курсе предусмотрены экскурсии, где дети ведут как раз-таки наблюдения в природе, работают с дневником наблюдений. На основе наблюдений предлагается выполнить различные задания, как в учебнике, так и в рабочей тетради. Примеры вы видите на слайдах. Например, детям предлагается в теме, что у нас на голову, понаблюдать и отметить, какие облака сегодня видны на небе. Или же, например, по своим наблюдениям сходили мы на экскурсию, посмотрели, какие листья осенние, расцветка, да, и по этим наблюдениям предлагается выполнить задание, раскрасить листья так, чтобы в каждой паре слева был лист летней окраски, а справа осенней окраски. И когда наши ребята соответственно наблюдают, да, они вот выполняют различные задания, фиксируют наблюдения, а это хороший прием. Значит, в качестве фиксации наблюдений могут быть различные зарисовки в тетради, в тетрадях как раз-таки авторы и предлагают, либо раскрашивание черно-белых рисунков, ну и другое. Либо предлагается выполнить, допустим, рисунки по памяти, да, при этом, конечно, необходимо нам с вами обращать внимание учеников на то, чтобы рисунок был как можно ближе к оригиналу. Это способствует тому, что учащиеся будут более внимательно наблюдать предмет, будут сматриваться в детали и подмечать подробности. Также при наблюдении полезно детям предложить посмотреть, например, на форму, да, или на цвет объектов, а потом можно предложить ребятам закрыть глаза и представить их. Можно предложить, например, также вот в задании тема «Мир за стеклянным берегом», ну, например, «Перспектива», да, вот такое интересное задание, либо по своим наблюдениям или с помощью учебника «Нарисуй растения или улиток», да, вот, и тут тоже можно предложить детям сравнить улиток и растения. Мы понимаем, что, конечно, такой прием делает наблюдение более точным, более детальным. Или же, например, вот во втором классе ребятам предлагается наблюдать за Луной и увидеть новолуние рост либо полнолуние Луны, да, старение и, соответственно, свои наблюдения зафиксировать в качестве рисунков. Нам очень важно с вами научить детей наблюдать, потому как это развивает у наших детей наблюдательность, а наблюдательность – это способность человека подмечать в окружающем мире самые тонкие, незаметные черты, признаки и свойства. Далее, широко в курсе окружающего мира представлены опыты, да, различные практические работы. И вот буквально с первого класса как раз таки мы учим детей проводить опыты. Вот вы видите пример, я привела из УМК Школы России, мы понимаем, как в первом классе очень трудно начинать с детьми эту работу. Почему? Потому что они любознательны, да, во-первых, а во-вторых, они могут отвлекаться на совсем посторонние вещи, все-таки детишки еще маленькие. И поэтому, посмотрите, вот у Андрея Анатольевича Прешакова действительно представили весь алгоритм проведения опытов. И, конечно, прежде чем проводить опыт, мы с детьми должны обсудить содержание опыта, цели опыта, да, используя учебник или рабочую тетрадь. Плюс очень важно детей ознакомить с правилами работы, с приборами, да, либо объектами, либо техникой безопасности. Обязательно нужно провести короткий, но в то же время такой емкий инструктаж, да. И, соответственно, для того, чтобы дети не отвлекались на свои руки или не отвлекались на более какие-то там предметы, мы должны все время их привлекать к этому опыту, да, что делаем, что наблюдаем. И, соответственно, фиксируем. Вот вы видите, в первом классе достаточно хорошо это представлено. И вы видите, справа представлена страничка из перспективы, где ребята уже в третьем классе тоже более подробно знакомятся, как изучают окружающий мир, со способами изучения окружающего мира. И здесь детям предлагается выполнить практическую работу. Ну, понятно, что это уже третьеклассники, и они уже сами ставят цель опыта, планируют проведение опыта, фиксируют результаты, делают выводы, ну и, соответственно, оценивают свою работу. Следующие результаты – это описывать на основе предложенного плана изученные объекты и линии, сравнивать объекты живой и неживой природой, а также проводить простейшую классификацию. То есть это общелогические приемы познания, когда ребята выделяют существенные свойства, затем соединяют их в описании, сопоставляют, сравнивают, группируют и классифицируют. В учебниках также представлено достаточно материала для того, чтобы данный результат был достигнут. И, конечно, вы видите сейчас на слайде представлены различные задания. Так, например, описывать на основе предложенного плана дети работают с разными планами. Картинные планы. Также в учебнике представлены простые планы. Вот, например, как в первом классе детям предлагается описать хворинки по плану. И вот, пожалуйста, название дерева, лиственные или хвойные, и так далее. Или же, например, в третьем классе, опять-таки, путешествия, мы познаём мир, мы узнаём и представлены алгоритмы. Далее, сравнивать. Что значит сравнение? То есть сравнение помогает, соответственно, выделить черты сходства и черты различия, да? Таким образом позволяет выявить общие и отличительные особенности разных растений или их отдельных частей, или разную группу животных, да? Или, например, планы и карты, когда предлагаются такие задания, различных форм поверхностей суши и так далее. Техника сравнения начинается, прежде всего, с выделения признаков, по которым осуществляется сравнение, да? Например, по форме, цвету или же по длине и так далее. И, соответственно, в учебниках представлены различные задания, где детям также предлагается сравнить, например, в системе перспектива, тема, что растет в городе, в рабочей тетради, предлагается детям рассмотреть сначала веточки лиственного и хвойного дерева и затем сравнить их и зарисовать. Ну, соответственно, по каким признакам мы будем сравнивать, да? Можно сравнить по цвету, по форме, да? По расположению на самой веточке. Следующий результат – это классификация. На классификацию также представлены различные задания. И вот тут я привела пример, вы видите, из третьего класса, где предлагается детям достаточно интересное задание не только, например, выполнить задание на классификацию, но и еще придумать самим подобные задания для своих одноклассников. То есть вот такое творческое. И затем проверить, научились ли ребята классифицировать растения. И, коллеги, вот вы работаете, я думаю, что большинство, подключившись сегодня к вебинару, да, вы работаете по нашим учебникам. И, конечно же, вы знаете, что такие задания предлагаются не эпизодично, все о которых я говорю, а действительно они предлагаются в системе. следующие планируемые результаты. С помощью этих планируемых результатов, вот первых два, да, использовать действительно научные тексты, бумажных и электронных носителей с целью поиска информации, ответов на вопросы и так далее. И использовать различные справочные издания. Вот эти результаты, да, задания на эти результаты формируют у наших ребят читательские умения, такие важные, это поиск информации, да, и особенности работы, естественно, научной информацией. И результат использовать готовые модели, глобус, карту, план, соответственно, это моделирование, то есть мы даем первичные представления о моделях. Давайте немножко с вами актуализируем понятие знания и ответим на вопрос, что такое модель. Да, конечно, все мы с вами знаем, что моделью называют любой мысленный или знаковый материальный объект, образ, оригинала. Или же отображение объектов и явлений в виде описаний, в виде схем, чертежей, графиков, да. Так, или же мы можем сказать по-другому, модель – это заместитель оригинала, используемый в процессе познания или в практической деятельности. Также широко в курсе «Окружающий мир» представлено моделирование. Ребята наши, как работают с моделями, глобусом, картой, да, также они работают и со знаково-символическими моделями, то есть различными схемами. И вот обратим внимание на слайд. Например, даже в школе России, в курсе «Окружающий мир», да, есть особый условный знак, который и ориентирует наших детей, да, что сейчас вот будет работа с моделями, моделирование. И вот такое достаточно интересное задание из третьего класса, когда предлагаются схемы развития животных, да, и вот по этим схемам детям нужно построить модели. «Окружающий мир». Соответственно, возвращаясь к первоначальным результатам по формированию читательских умений, да, когда мы учим детей работать с различными текстами на бумажных или электронных носителей, пожалуйста, тоже представлено достаточно материала, когда детям нашим предлагается, например, использовать дополнительную литературу, или те же, например, пособия серии «Зелёный дом», вот вы видите их на экране, или же поработать с интернетом и найти там сведения, например, либо о растениях, либо о животных. Вот конкретное взятое задание степи, которые тебя заинтересовали, и подготовить сообщение. План сообщения можно записать в рабочей тетради, некий такой ориентир, да, тему, план, некую важную информацию, и обязательно учим детей указывать источники информации. Мы понимаем, что это очень важно. Таким образом, мы тоже формируем у детей и читательские умения, и исследовательские умения, да, потому что, выполняя различные исследовательские работы, выполняя различные проекты, ребёнок обязательно указывать источник информации, если это информационные проекты, да. Ну и, соответственно, учим детей работать с различными справочными изданиями. Я уже сказала, что в курсе «Окружающий мир» это атлас-определитель. Его мы используем как в системе «Перспектива», так и в системе «Школа Россия». И вот вы тут видите, достаточно интересное задание, где тема «Водоём дом из воды». Опять ребятам предлагается, что делать, пользуясь дополнительным источником информации, в частности, атласом-определителем, заполнить таблицу, сравнить двух жуков, плавунца окаймлённого и водолюба большого, да. И признаки для сравнения, вы видите, что уже представлены в рабочей тетради. Соответственно, мы понимаем, что это третий класс, и детям этого возраста пока ещё нужны образцы, да пока ещё нужны признаки, чтобы в дальнейшем уже дети смогли эти признаки сами вычленять и по данным признакам сравнивать, допустим, каких-то других жуков. Ну и, соответственно, читательские умения также мы формируем. Различные задания представлены в курсах, в том числе учим детей отвечать на вопросы. И вот интересное задание представлено, когда дети работают с книгой «Великан на поляне», знакомятся с содержанием рассказа «Лесные тропинки» и находят в рассказе ответы на вопросы. Следующий планируемый результат – это обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе, и использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе. И плюс определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты. То есть учим детей выявлять причинно-следственные связи. И следующий результат – понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного поведения. То есть это вот такой практика, даем детям практико-ориентированные знания в курсе, для того, чтобы наши ребята использовали эти знания в своей реальной жизни и ввели здоровый образ жизни. И вот на слайде некоторые примеры я привела. Опять-таки способность устанавливать и изучать причинно-следственные связи. Давайте начнём с этого планируемого результата. Это необходимое качество человека, который познаёт окружающий мир. Эта работа стимулирует мыслительную деятельность детей и, соответственно, активизирует учебный процесс. Выявление связи между объектами, явлениями, необходимо для формирования и развития большинства понятий, в школьном курсе «Окружающий мир», а также для того, чтобы дети осознавали целостность окружающего мира. И наглядно отображают взаимосвязи в природе иллюстрации. Вот, например, задание во втором классе, когда детям предлагается поработать с иллюстрациями и с помощью рисунков проследить связи в природе. И мы понимаем, что сначала дети начинают с простейших связей, где только два компонента, да, ну а затем, конечно, уже они простраивают в дальнейшем, в третьем классе уже цепочки связей, где три и более компонентов прослеживается. Или же, например, различные схемы, модели, да, опять-таки во втором классе деткам предлагается объяснить схему, да, что обозначают стрелочки на этой схеме. Ну и, соответственно, если ребята сомневаются, если не знают, они могут проверить себя на страничках для самопроверки. Далее мы с вами говорили об экологической составляющей, да, то есть определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, то и курс «Окружающий мир», и «Система перспектива», и «Школы России». Конечно же, в этих курсах ярко выражена экологическая направленность. Со словом «экология» ребята знакомятся в первом классе, да, но это не значит, что они пришли в первый класс, они не знали. Конечно же, и в детском саду понятно, что с ними велась работа, просто уже в школе с первого класса знания детей приводятся в некую такую систему. И здесь на слайде я взяла из как раз-таки третьего класса, из четвёртого класса, да, где в курсе поднимается проблематика именно экологическая, да, в теме «Мир глазами эколога» ребята рассматривают мировые проблемы. Но что хочется сказать, плюс, что не только дети рассматривают мировые проблемы, да, но и пытаются предложить самостоятельно пути решения этих проблем. И приходят к выводу, что действовать нужно сообща на всей планете. Также ребята знакомятся с различными международными организациями, да, и узнают, что есть календарь, где зафиксированы международные экологические дни с целью осознания природоохранной деятельности. И вот в качестве как раз-таки домашнего задания детям предлагается выполнить творческое задание, найти в интернете информацию о работе международных экологических организаций в России, подготовить сообщение и придумать, нарисовать на отдельном листе плакат «Защитим свою планету». Здесь можно подойти к этому заданию, ну, например, как вариант, да, предложить детям разделиться на группы и выполнить задание на выбор. Не обязательно выполнять всем ребятам и первое, и второе задание. И следующий результат, мы с вами говорили, это понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдать правила безопасного проведения, соответственно, безопасного поведения. Также достаточно широко представлен материал по здоровью и сбережению. Ребята знакомятся со строением тела человека, как с внешним, так и внутренним, изучают органы, изучают системы органов, знакомятся с наукой гигиены, знакомятся с наукой физиологии и, соответственно, сами составляют и памятки, как правильно питаться, да, и как не заразиться инфекционными заболеваниями. То есть достаточно в курсе представлено материалы для того, чтобы достигать результаты именно по части, мы сегодня с вами говорим, естественно, научной грамотности формирования, да, в части естественно-научной грамотности. Также, коллеги, я хочу представить вам сегодня наш новый издательский проект, называется он «Азбука экологии. Чистая планета». Мы с вами понимаем, что в классах учатся разные дети. Есть высокомотивированные дети. Я еще раз повторяю, в учебниках есть у нас задания и странички для любознательных, и задания с восклицательным знаком, да, для высокомотивированных детей. Но если у вас сильный класс, вы чувствуете, что недостаточно, пожалуйста, вы можете обратиться в дополнительную литературу. Какой? «Азбука экологии». Автор Татьяна Викторовна Шпутова. Вы видите особенности данного курса. Эти особенности представлены на слайде. В первом классе, вот посмотрите, когда дети знакомятся действительно с понятиями, и представлена такая интересная рубрика «Я учусь читать книгу природы, когда наши детки идут тропой исследователя». Соответственно, данная рубрика развивает навыки юного исследования и развивает навыки экологичного поведения в природе. Во втором классе также представлены достаточно интересные задания, которые помогают формировать умение давать этическую оценку действиям людей в отношении природы. Так, например, посмотрите, тема какая. «Ископаемые остатки прошлой земли у нас под ногами». И детям предлагается очень интересное задание. Представить, что наши потомки занимаются изучением истории и культуры людей, которые жили в начале 21 века. Они делают раскопки в разных местах и находят в толще земли следующие предметы. Стеклянную бутылку, резиновую игрушку. «Какой вывод сделают наши потомки?» «Почему люди не заботились о своей планете и не использовали этот мусор для того, чтобы из него делать новые вещи?» Также достаточно много заданий в этом дополнительном пособии представлено на формирование самостоятельно мыслей, работа с терминами, формирование экологических понятий. Вот видите, где детям предлагается соотнести понятия и определение. Или же, например, такое интересное задание. «Давай подумаем, можно ли применить глобальное по системе биосфере уже известные нам экологические понятия?» И, соответственно, в четвертом классе также представлен достаточно интересный материал. Так, например, одна из тем, когда дети знакомятся с локальными проблемами и их глобальными последствиями. Данное пособие также можно использовать при организации внеурочной деятельности младших школьников. Итак, давайте подведем с вами некий такой итог. Ресурсы учебно-методического комплекса «Школы России» и системы перспектива курса «Окружающий мир» позволяют формировать естественно научную грамотность. И мы понимаем, что в этой связи нам с вами нужно использовать эти ресурсы в полной мере. А значит, должен быть мотивирован кто? Педагог, правильно? Мотивированность педагога, мотивированность самих учителей. Ну и, соответственно, будет и мотивированность самих ребят. Как проверить естественно научную грамотность? На каком уровне, как она сформирована? Какие ориентиры для нас? Это планируемые результаты в блоке естествознания. Также, уважаемые коллеги, какие исследования направлены на проверку уровня сформированности естественно научной грамотности? Прежде всего, мы можем сказать, это наши российские, российский мониторинг, в котором участвуют наши четвероклассники. Это всероссийские проверочные работы. Часть первая, да? Части первой. Ну и, соответственно, это международные исследования, в которых участвуют наши ребята. Какие именно? Вот вы видите, это исследование ПИРС, где участвуют наши четвероклассники. Эти исследования проводятся раз в пять лет, и наши дети будут участвовать, четвероклассники, в 2021 году в этих исследованиях. Сразу скажу, что ребята, значит, предлагается детям два текста, художественный текст и текст, естественно, научный. И вот ребята выполняют различные задания на основе этих текстов. Следующее исследование – это исследование ТИМС. Вы видите, что в исследовании ТИМС как раз-таки проверяются основы математики и, естественно, научных предметов. Наши четвероклассники также участвуют в этих исследованиях. И вот вы видите, 2019 год. Наши ребята весной участвовали в этих исследованиях. Но результаты на сайте Центра оценки качества образования мы сможем посмотреть в декабре 2020 года. И здесь вы видите еще одно исследование по формированию функциональной грамотности. В этих исследованиях принимают участие 15-летние подростки. Но, скажите, мы, учителя в начальной школе, какое отношение имеем к формированию функциональной грамотности? Самое прямое, уважаемые коллеги, потому что одно из составляющих функциональной грамотности – это, естественно, научная грамотность. Плюс математическая. Дальше еще, возможно, такой вопрос возникнет у вас. Как связаны международные исследования и качество российского образования? И здесь я хочу обратить ваше внимание, действительно, вот на слайд, который вы видите. В мае 2018 года вышел указ президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года, в котором одна из установок для системы общего образования заявлена как обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. А в государственной программе Российской Федерации развития образования дана характеристика качества образования, которая напрямую связана с достижениями наших школьников международных исследований. Так вот, цель данной программы обеспечить качество образования, которое характеризуется сохранением лидирующих позиций Российской Федерации, международном исследовании качества чтения и понимания текстов, это ПИРС, а также международном исследовании качества математического и естественно научного образования, это ТИМС. Давайте мы с вами обратимся к результатам ТИМС предыдущих лет, то есть пока еще 2019 год, у нас нет этих результатов, они будут только в 2020 году, в декабре представлены. Мы посмотрим, как там обстоит ситуация, как наши школьники написали, четвероклассники. Но вот по данным предыдущих исследований, наши ребята показывают достаточно высокие результаты по естествознанию. Наши ребята на четвертом месте. И вот вы видите как раз-таки содержательные области этого теста. Это биология, это физические науки, то есть это физика и химия, и это география. То есть вот то, о чем мы с вами сегодня говорили на протяжении нашей встречи. Вот, пожалуйста, эти исследования и как раз-таки проверяют уровень сформированности у наших детей, естественно, научной грамотности. И виды деятельности познавательные – это знания, применения и рассуждения, то есть знания фактического материала, применения изученных элементов содержания в опыте деятельности, ну и, соответственно, рассуждения – это на умение объяснять, умение выстраивать самостоятельные рассуждения, да, то есть предлагают за детям различные задания, позволяющие сформировать опыт рассуждений. Ну, соответственно, проведение опытов, да, то есть как наши дети формулируют гипотезу, могут выбирать необходимое оборудование, необходимые измерительные приборы и объяснять результаты опытов. И вот вы видите, значит, наиболее высокие результаты наши дети показывают в области биологии, да, давайте сначала по областям пойдем, физические науки тоже неплохо, да, немного ниже результат по географии. Что же касается в области познавательной деятельности, то наиболее высокие результаты у российских четвероклассников отмечаются для заданий на воспроизведение фактических знаний и их применение в типовых учебных ситуациях. Это 569 баллов. В принципе, применение в нестандартных ситуациях 568 баллов, да, тоже неплохо, но мы видим, что значительно ниже результат на объяснение явлений или описание наблюдений и опытов. Это блок рассуждения. Здесь уже нам надо с вами перезадуматься и, конечно, активизироваться в учебном процессе, как можно больше упор делать именно на исследовательскую деятельность, да, младших школьников. Ресурсы учебников позволяют и ресурсы рабочих тетрадей. Итак, если мы посмотрим динамику, вы видите, да, давайте динамику посмотрим с 2003 года по 2015 год, конечно, наши ребята, наши четвероклассники хорошо прибавили. И, коллеги, обращаю ваше внимание на предпоследний слайд, международные исследования. Сегодня я кратко сказала об исследовании ТИМС в области естествознания. Если вы хотите более подробно узнать, вы можете просмотреть вебинар, который назывался «Формирование функциональной грамотности младших школьников. Предметная область естествознания». Проходил он 4 декабря 2019 года. Ссылочка, вы видите ссылку в левом нижнем углу. Или же вы можете непосредственно сами по ссылке зайти на сайт «Центр оценки качества образования» и ознакомиться самостоятельно с материалами, которые представлены на этом сайте. Итак, коллеги, у меня все. Большое спасибо вам за внимание. Если будут какие-то вопросы, пожалуйста, пишите во вкладке «Вопросы». А я сейчас предоставляю слово Дине Александровне Ставцевой. И она расскажет вам о формировании математической грамотности младших школьников. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я продолжаю наш разговор о формировании математической естественно-научной грамотности. Собственно говоря, я выступлю со вторым блоком формирования математической грамотности младших школьников средствами учебно-методических комплексов, издательства просвещения. Покажу также новые пособия по внеурочной деятельности, где тоже очень интересный материал, который помогает в полной мере добиваться тех результатов, которые действительно проверяются как в всероссийской проверочной работе, так и в международных исследованиях. Хотелось после слов Ольги Владимировны о том, что действительно очень хорошие результаты по естествознанию в тесте ТИМС 2015 года показали наши обучающиеся, и сказать также и о том, что не намного хуже результаты и по математике. И, вероятно, это происходит от того, что требования к образовательным результатам федерального государственного образовательного стандарта с требованием прекрасно известной, к предметным и предметным личностным результатам очень хорошо соотносятся с теми образовательными результатами, которые определены в международных стандартах. Я не буду сейчас на этом долго останавливаться, у вас в презентации останутся эти слайды, но хочу только обратить ваше внимание, вот если мы посмотрим, какие результаты определены в стандарте навыки 21 века, мы увидим, что это базовые навыки, собственно, которые составляют функциональную грамотность, навыки чтения письма, математическая грамотность, естественно, научная грамотность, ИКТ-грамотность, финансовая грамотность, культурная гражданская грамотность. Это те навыки, которые позволяют обучающимся успешно решать повседневные задачи в ситуациях, отличных от учебных зачастую. Определены в этом стандарте также компетенция, критическое мышление, креативность, умение общаться, умение работать в команде. Это так называемая группа 4К, то есть умение общаться – это коммуникация, умение работать в команде, кооперация. Соответственно, 4К действительно получаются. Компетенция позволяет решать задачи более сложные, нестандартные, применяя те знания и умения, которые сформированы у ребят. И также выделены личностные качества, которые помогают обучающимся справляться с изменениями окружающей среды. Но, на мой взгляд, очень хорошо эти три блока соотносятся с нашими предметными, метапредметными и личностными результатами. И, вероятно, именно такое соответствие тех требований, на которые мы ориентируемся в российских стандартах, требованиям международных стандартов, и позволило нашим действительно четвероклассникам показать такие замечательные результаты в 2015 году. В 2019 году писали ребята ТИМС, и тест по математике, и тест по естествознанию. Мы все, конечно, с нетерпением ждем результатов. Очень надеемся, что мы не снизили свои позиции. В естествознании было четвертое место, в математике седьмое место. Это вполне достойный уровень, учитывая, что 49 стран принимали участие в данном исследовании. И также вы можете посмотреть на график. Очень хорошо видна динамика. Действительно, с 2011 по 2015 год результаты улучшились. Далее хочу обратить ваше внимание на содержательные области теста и виды деятельности. Виды деятельности соотносятся с естествознанием. То есть тоже 40% – это задания на знания, 40% – задания на применение, и 20% от всех заданий теста – это задания на рассуждение. Содержательная область, естественно, несколько иная, чем естествознание. То есть это связано с математикой. 50% заданий – это числа. Но понятно, что имеется в виду в том числе и арифметические действия, и решение всевозможных текстовых и каких-то практических, может быть, задач. Это геометрия и это анализ данных. Вот такие три области выделяются. Задания на знания предполагают проверку академических знаний о свойствах чисел, геометрических фигур, простейших геометрических фигур, конечно, если мы говорим о четвертом классе. Предполагается умение воспроизвести какие-то определения, извлечь из таблицы, из текста, из диаграммы какие-то данные. Следующий уровень применения – это уже не просто извлечение информации из текста, диаграммы, схемы, графика, но интерпретация этих данных. Если мы говорим о, допустим, каких-то знаниях, умениях, которые были сформированы в процессе обучения, в том случае, если эти знания и умения применяются для решения неких практических задач, то это уже область применения. То есть мы не просто воспроизводим, а используем знания и умения для того, чтобы решить стоящую перед нами задачу. Ну и, наконец, рассуждение – это тот блок заданий, которые проверяют навыки логического и системного мышления. То есть если, например, ребенок проводит некую практическую работу, это скорее область применения, но если он ее описывает, анализирует, делает выводы, это уже область рассуждения. Все задачи повышенного уровня сложности, которые решаются построением цепочки логических рассуждений. Безусловно, это тоже уже можно отнести к области рассуждения. И я хотела привести примеры из курса математики и Марии Игнатьевны Мару, это система Школы России. И Георгия Владимировича Дорофеева, система перспектива. И будут примеры также из новых учебников, системы сферы, авторами которых являются Татьяна Николаевна Миракова с коллективом соавторов, конечно. Я сейчас называю фамилию одного из авторов. Конечно, в каждом курсе учебники создавались усилиями целого коллектива авторов. И мне хотелось показать, что действительно наши учебники вполне достаточно содержат учебного материала для того, чтобы в полной мере формировать математическую грамотность. Мне хотелось также еще сегодня показать, что достаточно материала для формирования также финансовой и КТ-грамотности. То есть это тоже часть функциональной грамотности, если мы будем говорить в целом. Но и, безусловно, работая с текстовыми задачами, работая с текстом задания, то есть когда ребенок читает инструкцию и должен ее понять и верно действовать в соответствии с этой инструкцией, это, безусловно, и формирование смыслового чтения. Итак, перед вами примеры из области числа. То есть это вычисления, которые необходимо ребенку выполнить. Безусловно, есть задания в учебнике репродуктивного характера, когда просто нужно выполнить вычисления, вспомнив тот или иной вычислительный прием. То есть это вот, если мы будем соотносить с тестом по математике ТИМС, то понятно, что это блок знания. Если ребенку предлагается выявить некое правило, некую закономерность, по которому, например, составлены столбцы, и не просто выполнить вычисления, но еще и по этому правилу продолжить каждый столбец, записать еще по одному примеру и выполнить вычисления. То есть это уже можно отнести к блоку применения или к области применения. Если ребенку нужно найти в уже решенных примерах допущены ошибки, это тоже, безусловно, применение. Если необходимо вставить знаки математических действий, разобраться с тем, как работает вычислительная машина, всевозможные цепочки, круговые примеры, все это можно отнести к применению знаний в измененных условиях. И таких заданий действительно множество. То есть если мы будем говорить о соотношении заданий, процентном соотношении заданий в тесте, 40% на знания, 40% на применение и 20% на рассуждение, приблизительно такое же соотношение подобных заданий и в учебниках. Очень часто в заданиях может быть несколько этапов. Давайте посмотрим из области геометрии. Приведены примеры заданий. Как можно одним словом назвать все фигурные чертежи? Безусловно, это знания. То есть ребята должны проанализировать рисунок и увидев, что здесь есть и квадраты, и треугольник, и четырехугольники другие. Все это, назвать одним словом, можно многоугольники. Далее идет задание, какую фигуру можно назвать лишней. Это уже задание на классификацию. Более сложное задание. Здесь, если мы будем использовать терминологию наших стандартов, метапредметное умение, безусловно, ребенок должен применить, умение классифицировать, сравнивать. И если мы будем говорить о международных исследованиях, то это, безусловно, тоже уже задание на применение. Можно отнести к заданиям на применение. Второй пример из учебника Георгия Владимировича Дорофеева. Измерь в сантиметрах длины сторон прямоугольника, вычисли его периметр. Это, безусловно, задание на знание. То есть уметь выполнить измерения, вспомнить, что такое периметр прямоугольника. А вот теперь посмотрите, какое интересное задание. Начерти в тетради квадрат с таким же периметром. Вычисли его площадь в клетках и сравнить с площадью данного прямоугольника. То есть это уже задание на применение знаний в измененных условиях. То есть надо понять, вспомнив свойства квадрата, каким образом, используя периметр прямоугольника, мы можем найти длину стороны квадрата. То есть ребенок действительно решает некую практическую задачу, применяя те знания, которые у него есть в данной области. Геометрия. Хотелось привести также примеры практических работ, которых много достаточно. Как раз при работе с геометрическим материалом предлагают все курсы математики, тех систем, которые были сегодня представлены. И, собственно, примеры из учебников этих систем как раз мы и с вами рассматриваем. Посмотрите, пожалуйста, у Марии Гнатьевны Моро при разборе такого задания, когда нужно ответить на вопрос, сколько прямых можно провести через одну точку, через две точки. Ребята, конечно же, выполняют практическую работу. То есть они предполагают и проверяют, выполняя уже на практике задание. То есть проводят непосредственно прямые через одну точку, через две точки, делают выводы. То есть это и применение знаний, и, безусловно, элементы рассуждения при выполнении этого задания мы можем увидеть, потому что ребенку надо обобщить и сделать вывод. То точно так же, например, при работе с таким заданием, как здесь представлено, из учебника Дорофеева, в котором нужно... Цель которого – познакомить ребят со свойствами диагонали прямоугольника. Посмотрите, ребята выполняют практическую работу. В задании авторы предлагают провести все диагонали в этом прямоугольнике, сравнить их длины, сделать вывод, обозначить точку пересечения диагонали, рассмотреть, безусловно, на рисунке, что эта точка делит диагональ на два отрезка, что ты думаешь о их длинах, предположить, потом проверить измерением. Ну и, безусловно, ребята делают вывод. В результате такой практической работы приходят к некоей формулировке свойств диагонали прямоугольника. Ну и, конечно же, хотелось бы привести еще несколько примеров заданий на применение знаний в измененных условиях. Если ребята умеют находить площадь прямоугольника, то, безусловно, используя это свое умение, они могут попытаться выполнить более сложные задания, когда нужно найти площадь ступенчатой фигуры, более сложную фигуру, которую нужно разделить на несколько прямоугольников, найти площадь каждой детали, каждой части, каждого прямоугольника. И далее уже, найдя сумму всех этих площадей, отдельных частей вот этой ступенчатой сложной фигуры, найти, собственно, площадь всей фигуры. Точно так же ребята приходят самостоятельно к способу нахождения площади треугольника, понимая, что площадь треугольника – это половина площади прямоугольника. То есть любой треугольник мы можем достроить до прямоугольника, соответственно, мы рассмотрим, конечно, прямоугольные треугольники, соответственно, ребята могут сделать вывод о том, что можно найти площадь прямоугольника, далее разделить ее на два и найти, соответственно, площадь уже треугольника. Хотелось показать, что помимо учебника можно использовать пособия, которые были разработаны для внеурочной деятельности. Так хотелось представить пособия серии внеурочной деятельности Тланы Ивановны Волковой «Геометрия вокруг нас». В этом пособии большое количество геометрического характера задач нестандартных, как раз на применение знаний в измененных условиях. Ну и плюс, конечно, данный курс позволит расширить геометрическое представление младших школьников, если его будете реализовывать в системе внеурочной деятельности. Работа с данными. Хотелось показать, что в учебниках математики, безусловно, предусмотрена работа и с таблицами, и с диаграммами. Ну и на примере учебника Марии Игнатиевны Моров в четвертом классе вводится в данном курсе диаграммы, столбчатые диаграммы. И мы видим, что одно из первых заданий – это извлечение, собственно, данных из диаграммы. То есть рассмотрев диаграмму, ребята должны извлечь информацию, заполнить таблицу. Но в данном случае задание 82-м. У нас на диаграмме показано количество учащихся в первом, втором, третьем и четвертом классах. Соответственно, представить ту информацию, которая была в форме диаграммы, данная в виде таблицы. Это область знания, умение извлечь нужную информацию. Если мы рассмотрим задание 83-й, то тут уже идет ряд вопросов, на которые надо ответить, используя диаграмму. То есть это уже интерпретация, безусловно, данных, это уже скорее область применения. Точно так же, если мы предлагаем построить диаграмму, например, построить диаграмму, на которой будет показана высота птиц, высота птиц заданная в табличной форме, ну, соответственно, это тоже уже будет более сложное задание. Это уже блок применения. Если мы рассмотрим практическую работу в учебнике Георгия Владимировича Дорофеева, то тоже увидим, посмотрите, что ребятам предлагается провести исследование, провести опрос среди одноклассников, узнать, сколько ребят из класса родились, в какое время года, соответственно, выполнив все подсчеты, далее, используя собранную информацию, предлагается построить цитрадь диаграммы, показывающие, сколько твоих одноклассников родилось в каждые четырех времен года. Но здесь, я бы даже сказала, еще и элемент рассуждения, безусловно, будет, поскольку любая практическая работа предполагает все-таки некие выводы, обобщение, то есть здесь уже и применение, и рассуждение такого рода работы с элементами исследования. Хотелось показать еще одно пособие по внеурочной деятельности. Это пособие Юлии Гриевны Глаголевой «Развитие математических способностей». В этом пособии представлены и нестандартные задачи разных видов, и геометрического характера нестандартные задачи в том числе. И замечательно есть раздел «Работа с информацией», где также, посмотрите, ребята работают и со столбчатыми, и с круговыми диаграммами, и проводят небольшие исследования, оформляя тоже и представляя информацию, собранную в той или иной форме, в частности, и в форме диаграмм. Хотелось еще показать на примере работы со схемой при решении текстовых задач. На каком уровне тоже выстраивается работа, когда ребята представляют информацию в виде схемы. Если схема уже дана к задаче, как в задании номер пять, это учебник Марии Игнатьевны Моро, второй класс, понятно, что в данном случае это скорее область знания, потому что нужно рассмотреть чертеж, нужно извлечь информацию из данной схемы, соотнести, безусловно, ее с текстом задачи. Схема нужна для того, чтобы ребенок мог лучше представить себе взаимосвязи между данными искомыми величинами, и правильно выбрать то арифметическое действие, которое поможет решить данную задачу, ответить на вопрос данной задачи. Но все-таки, безусловно, работа всегда с задачей – это такой достаточно серьезный уровень. Но если говорить конкретно о работе со схемой, то извлечение информации из уже готовой схемы – это все-таки знание. А если ребенку уже предстоит самостоятельно, опираясь на текст задачи, построить схему, схематический чертеж, который поможет в дальнейшем эту задачу решить, то это уже применение, безусловно. Здесь в качестве примера приведена задача на нахождение неизвестного по двум разностям. Вообще этот вид задач, если не проиллюстрировать, в общем, решить достаточно сложно. А после того, как задача проиллюстрирована, все взаимосвязи очень хорошо видны. Прочитаю задачи. В одну столовую привезли 5 одинаковых ящиков фруктов, в другой – 2 таких же ящика. В первую столовую привезли на 24 килограмма фруктов больше, чем во вторую столовую. Сколько килограммов фруктов привезли в каждую столовую? Мы очень хорошо можем показать на схеме, на сколько ящиков с фруктами в первую столовую больше, чем во вторую. И тут же обозначить, что на 24 килограмма фруктов больше привезли в первую столовую, чем в вторую. Очень хорошо видно, что эти 24 килограмма соответствуют трем ящикам. А, соответственно, можно, опираясь на схему, теперь сделать вывод, можно найти, сколько фруктов в одном ящике содержится, и, соответственно, ответить уже на вопрос задачи. Сколько килограммов фруктов привезли в каждую столовую? Я знаю, что в одну привезли 5, в другую – 3 ящика. Все задачи логические, задачи повышенного уровня сложности – это уже, как правило, применение и рассуждение, безусловно. Я хотела бы привести время у нас ограниченное. В качестве примера только одну задачу сейчас, задачи из учебника Дорофеева «УМХ «Перспектива». Когда отцу было 37 лет, то сыну было 3 года. А сейчас сыну в 3 раза меньше лет, чем отцу. Сколько лет отцу сейчас? Здесь, безусловно, можно решать задачи подбора, но это будет такая долгая история. Важно, чтобы ребенок увидел, что эти взаимосвязи можно показать и на схеме. И тогда задача решается гораздо проще и легче. Когда отцу было 37 лет, то сыну было 3 года. То есть можем взять отрезок больше для того, чтобы обозначить 37 лет отцу. Меньше отрезок сыну 3 года. При этом сейчас сыну в 3 раза меньше лет, чем отцу. То есть очень важно тоже показать эти взаимосвязи. То есть на самом деле схема всегда служит опорой для решения подобных задач, чтобы действительно потом без проблем можно было эту задачу решить. Что мы можем найти, используя разницу между возрастом отца и сына в начале, которая нам известна, что когда отцу было 37 лет, сыну было 3 года, мы можем вычислить, что отец старше сына на 34 года. Сейчас сын в 3 раза младше, чем отец. Соответственно, можно показать одним отрезком возраст сына и вторым отрезком, который будет в 3 раза длиннее, то есть это 3 равных отрезка, соответствующих отрезку, которым мы обозначили возраст сына. И мы можем показать на этой второй схеме, насколько отец старше, чем сын, потому что этот возраст, этот промежуток не изменился, это 34 года. И, соответственно, сколько из 3 отрезков, обозначающих возраст отца, каждый из которых соответствует возрасту сына, окажется в этой области, 34 года, 2 отрезка, правда ведь? Соответственно, можем вычислить вот этот возраст, который соответствует одному отрезку, это 17 лет, соответственно, сыну 17 лет, отцу 51 год. Хотелось показать примеры заданий из пособия Юлии Гривна Глаголевой «Развитие математических способностей». Вот именно задачи повышенного уровня сложности, логические, комбинаторные, задачи на множество, кстати, входят в это пособие замечательные, задачи, действительно, в которых предложена некая нестандартная ситуация, но при этом автор обучает тем методам, тем способам, которые позволят с этой задачей справиться. Ну и один из главных методов, которому обучатся ребята, работая с данным курсом, это метод математического моделирования, то есть с помощью схемы действительно очень многие задачи, на первый взгляд, сложные, можно решить арифметическим способом, именно с опорой на схему. Очень часто родители, почему я подчеркиваю это, потому что очень часто родители, сталкиваясь со сложными задачами, говорят о том, что никак по-другому, как только составит уравнение, такая задача не решится, но наша задача научить обучающихся в начальной школе решать арифметическим способом, а не алгебраическим задачей. Поэтому мы, конечно, любую задачу повышенной сложности решаем с опорой на схему. Стараемся решить. Ну и, коллеги, мне хотелось также показать, что формируем мы средствами курсов математики и финансовую грамотность также. Потому что традиционно в курсе математики предусмотрены задачи, в которых необходимо набрать необходимую сумму, например, с помощью монет, купюр, найти остаток денег после совершения покупки. Традиционно в курсе математики в начальной школе рассматриваются задачи с такими взаимозависимыми величинами, как цена, количество, стоимость. Хотелось показать, какие замечательные есть задания на страничках любознательных у Марии Игнатиевны Моро. Задачи расчета, например. Если мы посмотрим на пример, который расположен слева снизу, посмотрите, здесь нужно не просто посчитать траты, возможно, семьи, но еще и ребенку предлагается ситуация, в которой он должен решить проблему экономии. Например, путевка в санаторий для одного взрослого человека стоит 15 тысяч рублей, для ребенка 9 тысяч рублей, а путевка для взрослого вместе с ребенком стоит 19 тысяч рублей. Сколько удастся сэкономить твоей семье, если поехать на отдых не по одному в разные санатории, а всем вместе в один санаторий. Ну и, соответственно, и какие-то небольшие исследования могут проводить ребята, например, в рамках проекта задачи расчета, если нужно, предположим, рассчитать денежные расходы на экскурсию, например, всем классам, или на посещение театра, музея. Безусловно, прежде чем составить такое задание, такую задачу, ребенку необходимо исследовать, скажем так, этот сегмент рынка, сравнить цены на билеты, на спектакль в разных театрах, в разных музеях, в разных туристических агентствах и так далее. И использовать те данные, которые найдены в интернете или, может быть, в каких-то справочниках для того, чтобы составить уже задачи. Хотелось показать также новые учебники. Татьяна Николаевна Мираковой, это система сферы, как я уже говорила, по математике учебники замечательные. Хотелось отметить, что учебники очень современные, действительно учтены все современные требования, тенденции. В частности, в системе предложены задания на формирование финансовой грамотности, на расчет стоимости наиболее выгодной покупки. Мы видим в задании четвертом. Мальчик должен купить батон черного хлеба Дарницкий, два батона белого хлеба Люберецкий. Предлагаются цены разных магазинов. То есть ребенок должен действительно подумать и рассчитать, в каком магазине Сереже выгоднее сделать покупку, где выгоднее купить два батона черного хлеба и один батон белого. Такие задачи действительно практического характера способствуют полноценному формированию финансовой грамотности. Безусловно, когда мы говорим о функциональной грамотности, мы понимаем, что в начальной школе мы закладываем некую базу. На протяжении всех 11 лет эта работа будет продолжена. Но, тем не менее, в учебниках для начальной школы есть достаточно материала для того, чтобы уже у детей некие представления были и они могли справляться с какими-то простейшими задачами практического характера. Еще раз обращусь к пособию Юлии Гривна-Глаголевой развития математических способностей. Вот, пожалуйста, задачи, которые как раз будут способствовать формированию финансовой грамотности. Задачи достаточно непростые. Скачав презентацию, сможете подробнее посмотреть этот материал. Ну и формирование ИКТ-грамотности. Безусловно, сегодня все учебники поддержаны электронной формой учебника. То есть в каких-то школах в полной мере используются возможности технических средств. Потому что, на самом деле, работа с электронной формой учебника, вообще то, что на уроке задействован, технический ресурс, это позволяет использовать еще огромное количество приложений всевозможных, которые можно на планшет, соответственно, или ноутбук закачать. Это все замечательно. Но даже если только ограничиться ресурсами учебника, во-первых, всевозможные проектные задания, предполагающие сбор информации. Это постоянная отсылка в интернет. То есть как минимум текстовый редактор, PowerPoint, потому что в третьем, четвертом классе уже вполне ребята могут в PowerPoint создавать презентации, например, работая с проектным, с тем или иным проектным заданием. Ребята могут освоить уже на начальной ступени образования. Хотелось также обратить ваше внимание, что помимо компьютера, безусловно, когда мы говорим об ИКТ грамотности, мы имеем в виду в том числе и умение использовать и другие технические средства. То есть это умение воспользоваться фотоаппаратом, диктофоном. Опять же, во время проектов это прекрасная возможность и освоить какие-то новые технические средства. Кто-то непосредственно сам будет их использовать, кто-то наблюдать будет, как используют эти средства одноклассники. Опять же, ребята используют, например, если презентацию подготовили, используют проектор для демонстрации этой презентации и так далее. Хотелось также еще раз обратить ваше внимание на учебник Татьяны Николаевны Мираковой системы «Сфера». Здесь в системе предложены задания на поиск информации, в том числе и в сети интернет. Безусловно, есть проектное задание всевозможное, есть исследования интересные, которые также отсылают ребенка, в том числе и к интернету, для того, чтобы найти ту или иную необходимую в работе информацию. Но еще и плюс, действительно, серия заданий с 1 по 4 класс предложена с таким специальным значком, что очень, в общем-то, хорошо и удобно. Ну и, уважаемые коллеги, я, конечно, в заключение хочу показать, где на нашем сайте можно найти информацию о тех пособиях серии «Мнеурочной деятельности», которые я представила сегодня. Помимо пособий по математике, есть еще одно пособие, которое выпускает Центр начального образования. Это пособие Максима Константиновича Антошина, «Грамотный читатель обучения смысловому чтению». То есть это, в общем, непосредственно касается темы функциональной грамотности. Если вы на нашем сайте найдете слева раздел «Универсальное пособие Нью», кликните, соответственно, по этой надписи, вы выйдете на серии, новые серии пособий, которые на протяжении последних двух лет были выпущены. Находите серию «Мнеурочная деятельность», соответственно, открывается страничка, которая позволит увидеть весь состав пособий, которые выходят в Центре начального образования. И здесь, что важно, вы можете скачать рабочие программы каждому из этих курсов. Все эти пособия представлены в двух частях. Первая часть – это первый-второй класс, вторая часть – третий-четвертый класс. Насколько я знаю, в Москве в школьных библиотеках эти пособия есть, так что вы можете смело ими пользоваться. Все необходимые для вас методические материалы есть на сайте. И хочу также напомнить, что есть еще замечательные пособия Светланы Ивановны Волковой, Марии Игнатьевны Моро, для тех, кто любит математику, и математика и конструирование. Эти пособия в рамках курса математики «Школа России» издаются, соответственно, значок «Школа России». Но я знаю, что учителя успешно применяют в внеурочной деятельности, независимо, по какому комплекту они работают. То есть не обязательно привязывать к комплекту именно Марии Игнатьевны Моро это пособие. И программа курса «Тематическое планирование» можно найти в рабочих программах курсу «Марии Игнатьевны Моро». И также эти программы доступны для скачивания на сайте. Ну и последние слайды – это сервисы для педагогов на сайте просвещения. Тоже, надеюсь, эта информация вам пригодится. Спасибо большое, коллеги. В полтора часа мы уложились, немножечко затянутый получился на сегодня вебинар, хотели чуть-чуть покороче, но, надеюсь, всю самую основную информацию мы до вас донесли. И действительно, надеюсь, что показали, что наши учебники самодостаточны, но при этом, при желании расширить круг предлагаемых на уроке математики заданий, можно всегда использовать пособия издательства просвещения для организации внеурочной деятельности. По математике в сфере внеурочной деятельности еще и прекрасная возможность по смысловому чтению организовать курс. Спасибо большое. Просто есть какие-то... Так. Вот это к Ольге Владимировне, к сожалению, ей нужно было отойти. Вторая часть окружающего мира в четвертом классе историческая, необоснованно перегружена фактическим материалом. Но это тоже, на мой взгляд, хотя я занимаюсь математикой, но тем не менее, это авторское видение, то есть принцип любого учебника, чтобы он давал возможность учителю, занимаясь по этому учебнику, по этому курсу, достичь планируемых результатов в полной мере, но любой автор может включать дополнительно материал в плане расширения. И, конечно, зависит от предпочтений авторских. То есть это решение авторов, и оно, в общем, вполне может быть таким в пользу истории, исторических каких-то фактов. Кто автор развития математических способностей? Юлия Игоревна Глаголева. И вы можете найти ее вебинар. Она читала вебинар осенью по своему пособию. Всегда хорошо услышать от автора, действительно, который составил этот курс, о каких-то действительно основах, о той идее, которая заложена в данном курсе. Но, повторяю, вы можете рабочую программу авторскую скачать на нашем сайте. Уже сегодня познакомиться с ней, ну и, соответственно, найти в архиве вебинар, посмотреть. Спасибо большое. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok